Если вы хотите разобраться, почему мы должны покинуть ЕС, какие преимущества у этого камин-аута, какие возможности нам дают возвращение контроля над нашей демократией и нормативной правовой базой, я хочу, чтобы вы посмотрели на этого лосося. Так, размахивая упаковкой копченого лосося, Борис Джонсон на днях объяснял, что коптильщики рыбы с острова Мэн сильно страдают от новых правил Евросоюза по перевозке продуктов. И пообещал немедленно отменить эти вредоносные правила, как только Великобритания покинет ЕС. Британская газета «Телеграф» тем же днем сообщила, что правила упаковки, о которых говорил Джонсон, это внутренние правила безопасности, принятые Великобританией, и к Евросоюзу это все никакого отношения не имеет. Вольным обращением с фактами Борис Джонсон прославился еще когда работал журналистом. В 1988 году его уволили из газеты «Таймс» за фальсификацию цитаты. В большую политику Джонсон пришел в 2001 году, когда был избран британский парламент от консервативной партии. Через три года разразился скандал. Пресса узнала о романе Джонсона с писательницей Петранеллой Уайт. Супруга выгнала Джонсона из дома, а коллеги по партии – из теневого кабинета в правительстве. Причина – Джонсон публично лгал, отрицая эту связь. В 2008 году Джонсон выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Лондона и победил. Он обещал снизить преступность и нецелесообразные расходы. Однако за два срока на этом посту прославился именно нецелесообразными расходами. Так он активно продвигал строительство аэропорта в устье Темзы. Эксперты много раз утверждали, что это плохая идея. На разработку потратили миллионы фунтов, но аэропорт так и не построили. Еще Джонсон вернул на улицы Лондона старые модели автобусов и продавцов билетов, потому что лондонцы вспоминали о них с ностальгией. Чиновники предупреждали, что это решение экономически невыгодное. Со временем кондукторов пришлось уволить. Джонсон купил для лондонской полиции несколько дорогих водометов для разгона протестующих. В прошлом году их сдали на металлолом. В то же время Джонсона любили за демократичность. По городу он ездил на велосипеде. Никогда не боялся выглядеть нелепым. Вот, например, застрял на канатной дороге во время летней Олимпиады в 2012 году. При Терезе Мэй Джонсон два года работал министром иностранных дел. Прославился своей неполиткорректностью. Сказал, что мусульмане в хиджабах похожи на почтовые ящики. Написал оскорбительный лимерик о президенте Турции и Казе. Издание Mirror привело 37 причин, почему Джонсон не должен быть премьер-министром страны. Среди прочего, скрытность в личной жизни. Британцы до сих пор не знают, сколько всего у Джонсона детей. Газету New York Times рассказывает о Борисе Джонсоне, как о политике, который сосредоточен на общей картине и не учитывает деталей. Он улавливает вибрации момента, вибрации дня, а затем он понимает, куда двигаться дальше. Так о Джонсоне высказался Рей Льюис, его бывший советник в лондонской мэрии. Джонсон всегда был последовательным критиком Евросоюза и одним из главных идеологов Брекзита. Он критиковал идею ЕС еще в 80-х, когда работал журналистом газеты Daily Telegraph в Брюсселе. Теперь на посту премьер-министра страны Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС уже к концу октября. Ольга Бешлей. Настоящее время.